Мы остановились у мемориальной доски, которая говорит нам об отплытии родственников последнего российского императора из России 11 апреля 1919 года. Но до этого момента произошел ряд событий, о которых необходимо рассказать. 18 апреля 1918 года отряд из армии Украинской Народной Республики под командованием полковника Балбачана вторгся на территорию Советской Социалистической Республики Тавриды. За ним в Крым вошли немецкие войска. Совнарком и ЦИК Республики Тавриды приняли решение об эвакуации членов правительства в Новороссийск через Ялту. Из Ялты на автомобилях они выехали в Алушту. Однако по пути контрреволюционеры и татарские буржуазные националисты устроили засаду. 21 апреля 1918 года большинство членов ЦИК и Совнаркома Таврической СССР, включая председателя СНК Антона Иосифовича Слуцкого и главу Губкома РСД РПБ Яна Юлиановича Тарватского, были арестованы крымско-татарскими националистами в селении Биюк-Ламбад. Ныне это Малый Маяк. Перевезены в Алушту. 22-23 апреля подвергнуты пыткам и издевательствам в даче Голубка. А 24 апреля расстреляны в лесу недалеко от Алушты. Перезахоронены на Алуштинской набережной. На могиле установлен монумент «Звезда». Расстреляли 9 человек. Двое из них выжили после расстрела. Были расстреляны Ян Тарватский, председатель Губкома РСД РПБ, Антон Слуцкий, председатель Совнаркома, Станислав Новосельский, нарком внутренних дел, Алексей Калиденко, нарком финансов, Тимофей Багликов, член Алуштинского ревкома, Абрам Бейм, член Севастопольского совета, Баранов, член Севастопольского совета, а также красногвардейцы Иван Желинский и Семен Кулешов. Выжили Степан Акимочкин, нарком земледелия, но он умер через 4 месяца от ран, а также выжил Иван Семенов, заместитель председателя Совнаркома. Прожил он 18 лет и написал воспоминания о расстреле первого советского правительства Тавриды. Эта книга опубликована в интернете в 2018 году. Вблизи Ангарского перевала за Алуштой вступило в неравный бой с оккупантами добровольное ополчение во главе с Борисом Петровичем Жадановским. 26 апреля 1918 года командир отряда погиб в бою с гайдамаками. Советская социалистическая республика Тавриды была ликвидирована 30 апреля 1918 года. Началась немецкая оккупация Ялты. С первых же дней оккупанты установили режим террора против всех, кто сочувствовал большевикам. В роли исполнителя выступало так называемое Крымское краевое правительство, сформированное по указке германского командования. Это правительство отменило все советские декреты и распоряжения, учредило военно-полевые суды и создало карательные отряды для усмирения непокорного населения Крыма. В Ялте, как и в других городах Крыма, постепенно налаживалась работа коммунистического подполья. Антивоенную пропаганду среди германских солдат проводила молодежная группа. В горных лесах действовали созданные большевиками партизанские отряды. В ноябре 1918 года в Германии произошла буржуазно-демократическая революция. Началось разложение в германских войсках. Немцы бежали из Крыма. На смену германским оккупантам в ноябре 1918 года пришли ставленники Антанты. Было объявлено о сформировании нового крымского краевого правительства, которое опиралось на вооруженную помощь правительства Антанты и белогвардейского генерала Деникина, окопавшегося на Северном Кавказе. 20 ноября 1918 года к Ялтинскому молу пришвартовался белогвардейский миноносец и высадил большой отряд добровольцев. А через несколько дней к тому же молу подошли два французских крейсера. Ялтинская буржуазия торжественно встретила своих освободителей. В кавычках. С этого дня на рейде и в порту Ялты можно было видеть военные корабли всех рангов. От сверхдредноутов до тральщиков и подводных лодок под флагами США, Англии, Франции, Италии. В этих крайне неблагоприятных условиях продолжала борьбу большевистское подполье. Ялтинские большевики развернули широкую агитационную работу в рабочей среде, профсоюзах, среди солдат и матросов белогвардейской армии. В горных лесах действовали созданные большевиками партизанские отряды. С севера неудержимо наступала Красная армия. В Ялту ее войска вступили 13 апреля 1919 года. Когда авангардный отряд красноармейцев входил в город, на рейде еще стояли английские военные корабли, один из которых спешно увозил мать бывшего царя, а вместе с ней и других бывших из Крыма. В 2009 году исполком Ялтинского горсовета принял решение установить на набережной памятную аннотационную доску по случаю 90-летия прощания с отчизной последних членов императорского дома Романова. 11 апреля 1919 года последние члены династии Романовых покинули Россию. Случилось это на пирсе Ялтинского порта, откуда в почти штормовую погоду отчалил британский крейсер Мальборо, навсегда увозя в изгнание вдовствующую императрицу Марию Федоровну, великого князя Николая Николаевича и всех оставшихся в живых членов императорской семьи. После отречения Николая II в марте 1917 года от трона временное правительство потребовало, чтобы члены императорской семьи, находившиеся в Киеве вместе с матерью Николая II Марии Федоровной выехали в Крым. Императрица вместе со своей дочерью Ксенией и ее семьей поселяется в имени Айтадор, принадлежавшем мужу Ксении, великому князю Александру Михайловичу, который находился в нем вместе с родственниками на положении пленников. Вдовствующая императрица в течение двух с половиной лет находилась в великокняжеских имениях сначала в Айтадоре, затем в Дюльберии и Хараксе. Несмотря на явную опасность, Мария Федоровна не собиралась покидать Россию, не веря в прочность новой власти. А главное то, что участь ее старшего сына и всей царской семьи предрешена. С приближением Красной Армии к Крыму весной 1919 года над крымскими изгнанниками нависла угроза. Европейские королевские дома предпонимали шаги к спасению Марии Федоровны и ее ближайшего окружения. В конце марта 1919 года вдовствующую императрицу посетил в Хараксе командующий британскими военно-морскими силами в Севастополе адмирал Карлсоп и заявил, что английский король Георг Пятый племянник Марии Федоровны предоставляет в ее распоряжение крейсер Мальбора для немедленного отъезда с семьей. Адмирал настаивал на немедленном отплытие из Крыма, однако Мария Федоровна наотрез отказалась бежать из России и родственникам стоило большого труда убедить ее в необходимости отъезда. 13 апреля 1919 года Ялта вновь стала советской. Однако новым органам власти приходилось работать в чрезвычайно напряженной обстановке. На Керченском полуострове Красная армия вела позиционные бои с деникинцами. С моря Крым был блокирован военным флотом Антанты. В горных лесах орудовали многочисленные банды так называемых зеленых.